Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом очень простого и очень легкого тортика. В этот раз этот тортик был для маленькой девочки, для Мики. На самом деле, этот тортик могу посоветовать вам на 14 февраля, так как он нежный, клубничный и с кокосовыми нотками. В общем, очень вкусный и интересный тортик. А готовится он, как всегда, проще простого. Сейчас я вам расскажу, как это было. Для начала нужно приготовить бисквит. Белки ставим взбиваться в чаши миксера и добавляем сюда щепотку соли. Пускай у нас белки взбиваются до такой пышной пены. И теперь постепенно добавляю сюда сахар. И оставляю взбиваться до полного растворения сахара и получения хорошей устойчивой пышной массы. В конце добавляю сюда желтки и буквально через пару секунд выключаю миксер, чтобы белки у нас не опали. Вот такая вот красивая, слегка желтоватая масса у нас получается. Красота! Теперь сюда буду добавлять кокосовую стружку. Количество кокосовой стружки у нас будет зависеть от того, насколько сильно вы любите кокос. Я в этот раз остановилась на 50 граммах кокосовой стружки, а вы смотрите, можно добавить и до 90 грамм. Также сразу на кокосовую стружку добавляю сюда и муку. Это где-то полтора-двухсот граммовых стакана нам понадобится. Затем аккуратненько лопаткой или ложкой просто перемешиваем эту всю бисквитную массу снизу вверх, чтобы она у нас не осела. И получим красивую такую и пышную в то же время и однородную бисквитную массу. Посмотрите, какая воздушная красота у нас получается. Отправляем эту бисквитную массу в форму. У меня в этот раз форма 23 см, этого количества как раз достаточно для этого тортика. Можно и до 25 см на это количество, не увеличивать ингредиенты. Отправляем это все в форму и ставим в духовку. Духовка до 180 градусов разогрета, печем при температуре 180 где-то 45 минут, затем температуру понижаем до 130-150 и печем еще минут 10, для того, чтобы внутри бисквит стабилизировался. Тем временем, пока печется у нас бисквит, приготовим заварное тесто. Масло, соль, сахар и воду отправляем на огонь до закипания. И затем сюда добавляем сразу всю просеянную муку. Можно уже будет и выключить огонь и хорошенечко начинаем перемешивать нашу массу. Нам нужно полностью заварить всю муку, чтобы у нас не было никаких белесых комочков от муки. И мука должна хорошо-хорошо завариться и стать однородной. Внизу на кастрюльке должна появиться такая корочка чуть-чуть. Это будет знать, что наше тесто готово. Отправляем тесто чуть-чуть остыть, для того, чтобы мы могли вводить в него яйца. Уже даже в теплую массу можно начинать вводить яйца. Яйца вводим строго по одному. Я взбиваю миксером, так удобнее и быстрее всего. До полной однородности. У меня здесь два крупных яйца. Если у вас яйца мелкие, то может понадобиться два с половиной, либо три яйца. У меня яйца хорошо такие крупные. И, собственно, получаем красивую и однородную массу для приготовления эклеров, которые мы будем добавлять внутрь тортика. Чтобы это было и красиво, и при этом были разные вкусы. Соответственно, вкус в общем тортика будет немножечко меняться, если мы добавляем туда эклеры. Отправляю в кондитерский мешок и отсаживаю эклерчики. Эклерчики такие где-то в сыром виде 2,5-3 см в ширину у нас получаются. А там уже как испечется, так и такие будут. Отсаживаем их. Отправляем после бисквита уже их в духовку. Температура духовки разогрета до 180-190 градусов. Печем их где-то минут 15. Затем уменьшаем температуру до 150. И допекаем до того состояния, чтобы они сверху начали золотиться. Так они у нас пропекутся и внутри будут у них пустоты. Крем можно приготовить двумя вариантами. Я выбрала вариант, который посложнее, который будет напоминать как пломбирное мороженое. Я бы сказала, это у нас будет пломбирное клубничное мороженое. Молоко с сахаром, 400 грамм молока и сахар у нас закипают на огне. 100 грамм молока, яйца и крахмал мы смешиваем в отдельной емкости и добавляем уже кипящее молоко к нему. Затем смешиваем обе массы и отправляем обратно на огонь. И уварим это все добро. Постоянно помешивая, получаем очень красивый заварной крем. Затем нам нужно будет крем покрыть пленочкой встык и отправить его в холод до полного остывания. Теперь я взяла 2 пачки желе. У меня в этот раз это клубничное желе. Это будет очень красиво и при этом будет клубничный вкус. Его нужно будет залить водичкой, для того чтобы желатин, который у нас там в желе, немножечко разбух. Добавляю водичку комнатной температуры. 100 грамм водички будет достаточно для этого количества. Тут уже и сахар есть. В желе у меня стандартные пакетики, которые рассчитаны на 400 миллилитров воды. Отправляем набухать. Я еще, чтобы перестраховаться, чтобы поплотнее наша масса была, могу добавить еще около 2 грамм желатина. Опять же, это хорошо перемешала. Теперь займемся сливками. В сливки добавляю сахар. Здесь можно использовать от 600 до 800 грамм сливок. Я в этот раз случайно взяла 800, но не пропадать же добру, поэтому буду использовать 800. А так 600 грамм вполне достаточно для этого количества. Взбиваем сахаром их до плотной и пышной массы. И теперь постепенно добавляем полностью остывшую и холодную заварную основу. В принципе, можно заварную основу не делать, а просто сделать сливочное желе. Вот как бы просто сделать желе и добавить его к взбитым сливкам. Это будет уже очень вкусно. Но если вы все-таки хотите получить со вкусом такого клубничного мороженого, то будем делать его именно с такой заварной массой. Растопили мы желе наши в микроволновке импульсами. И оставляем его немножечко остыть, так как оно еще горячее. И мы не можем его добавить к сливкам, иначе наши сливки просто станут намного мягче. Тем временем, пока остывает наше желе, в кондитерский мешок отправляю этот крем пломбирный. И буду начинять наши эклерчики, которые я уже вот так вот разрезала. И наполняю полностью все эклерчики. У меня осталось там 2 или 3 штучки этих эклера, которые прекрасно потом были скушены. Которые у меня не влезли в тортик. Теперь буду добавлять сюда малину. По-хорошему, конечно, добавить сюда клубнику, но вы сами знаете, что какая у нас в январе месяце клубника, абсолютно никакая на вкус. Поэтому я ее решила не добавлять. И решила добавить малину. Малина замороженная у меня, она растает и будет очень-очень вкусная. Она добавит и красивого цвета внутри, и будет такая вот кислинка у нее интересная. Еще замороженную, вот отправляю ее внутрь наших эклерчиков. Как раз вот остыло мое желе. Добавляю его в взбитой сливочной массе. И аккуратненько снизу вверх венчиком это все перемешиваю до полного объединения. Работаем дальше довольно быстро, потому что сливки у нас были холодные, чтобы масса у нас не схватилась сразу. Поэтому дальше сразу начинаем собирать наш тортик. Красота какая! Можно добавить еще пару капель красителя, если вы хотите, но у меня тортики для деток, поэтому я больше ничего не добавляла. Наш бисквит уже отстоялся у меня, полдня он отстоялся, можно его оставить вообще на ночь. Разрезаю его на три коржа. Даже очень довольно высоких получилось, можно было и разрезать на больше, но я не хотела ни выбрасывать, ни оставлять никакую часть, поэтому весь этот бисквит разрезаю просто на три коржа. Он очень воздушный, очень пышный, ароматный. Красота у нас вот такая вот получается. Начинаем сборку. На низ ставлю буквально там столовую ложку крема, это только для того, чтобы наш тортик по итогу не ездил по подложке. Обязательно, конечно же, пропитываем наши бисквиты. У меня здесь сахарный сироп и немножечко клубничного вот такого вот клубничной настойки. Пропитываем. Вы видели, я это делаю с пульверизатора, это так уже давно перешло на это, очень удобно и равномерно пропитывается полностью бисквиты. Пропитали и теперь ставим сюда немного крема. Сюда также очень красиво можно было сделать, допустим, только белым кремом, когда мы еще не добавляли желатин. Но я уже добавила во весь желатиновую массу, поэтому будет у меня везде розовый такой крем. Все-таки тортик у меня здесь для девочки, поэтому розовый крем очень кстати. Положили мы следующий корж и на него отправляем практически весь оставшийся крем. Его получается очень много, этот слой очень большой, это для тортиков, точнее для людей, которые любят очень пышные и нежные тортики, типа муссовых. И теперь втыкаем вот сюда вот очень плотненько наши эклерчики, чтобы при разрезе каждого кусочка у нас там были эклерчики. Хорошенечко их туда утапливаем и сверху их перекрываем немножечко кремом. Крема у меня осталось довольно много, опять же повторюсь, случайно взяла 800 грамм, но здесь было бы достаточно и 600 сливок. Крем уже начинает потихоньку остывать, поэтому работаю все быстрее и быстрее. Немножечко перекрыла еще сам верхний корж снизу этим же кремом и наверх его выкладываю. Прижимаю верхний корж и подравниваю сразу боковушку, потому что крем уже схватывается, под пресс мы его уже этот тортик ставить не будем, поэтому выравниваю сейчас боковушку, которая у меня выше кольца. Мне нужно было в итоге получить довольно высокий тортик, чтобы можно было его украсить. Вот такая красота у меня получилась. Он постоял у меня часа 3-4 до того, чтобы его можно было выравнивать и украшать. Украшала я его обычным творожным для выравнивания кремом, а сверху вот эта грибка у меня белковым заварным кремом. В общем, красота, вкуснота, дерзайте и к 14 февраля это идеальный тортик. А с вами как всегда был Кекс и не забывайте поставить пальчик вверх. До новых встреч, пока-пока!